Здравствуйте! Меня зовут Анна Тув. Я кратко представлюсь. Хочу в первую очередь поблагодарить организаторов за то, что пригласили, дали возможность выступать. Спасибо всем пришедшим поддержать меня. Я приехала к вам из города Горловка. На сегодняшний день это самое сердце военных действий. Это Донецкая область. Я жительница Донбасса. И я приехала с вами не только поделиться своей личной трагедией, которая произошла с моей семьей. Пострадали мы от рук украинской армии, являясь жителями Донбасса, но все же носящими украинские паспорта. Но и выступить от лица тех 120 мам, которые похоронили своих детей, которых так же самое расстреляла украинская армия. Сегодня в выступлении спикеров с украинской стороны я услышала о том, что война у нас не гражданская. Я спешу заметить, что это не так. Четыре, две самые густонаселенные области, Луганская и Донецкая, большая часть из них носят украинские паспорта, следственно являются гражданами Украины. Отсюда вывод, что президент Украины направил украинскую армию уничтожать граждан Украины. Ни одна из статей Конституции не разрешает использовать тяжелую артиллерию против мирного населения. Я здесь сугубо с пацифистической целью защитить оставшихся под обстрелами людей, детей. С начала этого года убито уже более четырехсот. И когда я ехала сюда, все эти люди писали мне в соцсетях и просили рассказать о них. К сожалению, выехать они из-за отсутствия документов не могут. Для меня, как для жительницы Горловки, мы все это смотрели в таком ужасе по телевизору, когда в Славянске массово уничтожали людей, когда в Одессе заживо сжигали сотни. У нас не укладывалось это в нашей голове, что мы живем в 21 веке, и все это происходит вокруг нас. До войны мы жили с мужем счастливой жизнью. В счастливом браке 9 лет прожили, воспитывали детей, занимались сельским хозяйством. Я в прошлом мама четверых детей, у меня было три дочери и сын. Первые военные действия в моем городе произошли в начале июня 2014 года. Это было в 5 утра, когда над крышей нашего дома, со стороны Дзержинска, очень низко над крышей залетал самолет-бомбардировщик. И в радиусе трех километров от нашего дома он сбросил две бомбы в центру города. Погибло огромное количество людей. Впервые услышав такие звуки, я в панике, схватила сонных детей в течение часа. Я покинула область. Я бежала в Крым. Муж отвез нас и вернулся, потому что не захотел оставлять свою землю. Четыре месяца я находилась в Крыму. Одна, с грудным сыном, с дочерью. Муж вернулся домой, потому что у нас было большое домашнее хозяйство. Нельзя было это все бросить, нельзя было все это оставить. Все это время я с ужасом наблюдала, связывала с родными о происходящем. Это было самое страшное лето, лето 2014 года. Именно в этот период погибла большая часть населения нашего города. На сегодняшний день эта цифра превышает 125 детей. Более 300 детей инвалидов. По данным статистики ООН, это 10,5 тысяч погибших. Из них 7 тысяч исключительно мирное население. Когда заключили Минские соглашения, муж за мной приезжал пять раз в Крым. Я не могла ехать туда. Центр города разносили из 40 зарядных ракет. Это тяжелое вооружение, которое выжигает все на своем пути, не давая шанса спастись. Город разрушен был. В этот период официальный Киев официально объявил блокаду Донбассу, в результате чего на грань выживания было поставлено 4 миллиона людей. Люди были лишены газоснабжения, света, водоканал стоял пустой. Была блокирована полностью поставка продукции. Закрыты магазины. Не работал транспорт. Люди не могли получить пенсии. Я, как многодетная мать, в течение года я ни одного пособия не сняла. С тем, что я медик. Я 10 лет проработала в Горловке, в хирургическом отделении. Мы отчисляли налоги на Киев. Мы не можем получать заработанные деньги. Я родилась в семье шахтеров. Всю свою жизнь они проработали в шахтах. Они не могут получать пенсию. В результате чего это происходит? В результате пропускной системы. Люди не могут выехать к родственникам на территорию Украины даже, потому что мы признаны сепаратистами. Только из-за того, что мы не покинули свои дома. Что происходило, когда люди пытались эвакуироваться? Были огромные, многосуточные очереди на украинских блокпостах. И украинская армия открывала артиллерийский огонь прямо по этим очередям, расстреливая людей прямо как в тире. Это было ужасно. И когда заключили первые минские соглашения, я каждый день, живя в Крыму, я каждый день хотела домой. На свою землю, на свою родину. И мы бежали домой. Мы были уверены, что это последний день войны. Я вернулась, помирилась с мужем. Дети пошли в школу, в садик. Приблизительно месяц было все тихо. Я узнала, что вскоре у меня еще родится дочка. И казалось бы, все было прекрасно. Но ровно через месяц наступил ад на земле. Обстрелы начинали с 8 утра. Мы в 8 утра отвозили детей в садик, а в 9 мы бежали пешком, падая в канаву от взрывной волны, забирая детей, потому что некуда было их прятать. Мы понимали, что стреляют исключительно по школам. Украинская армия с целью выжить людей, выжать из собственной территории и обратить в бегство, чтобы освободить землю. Целенаправленно расстреливала школы и детские сады. В Моегорловке нет ни одной в городе, ни пострелянной поликлиники детской. У нас расстреливали роддом, в результате чего 10-дневный ребенок погиб от осколочных ранений. Все эти люди, они были признаны террористами, только за то, что они вот родились и живут, и не хотят уехать и бросить свои дома. 39 котельных в моем городе было расстреляно. Пункты выдачи гуманитарной помощи обстрелились. Массовое скопление людей, получали пенсионеры гуманитарную помощь продуктовую, именно целенаправленно обстреливали. Массовые жилые сектора, дома девятиэтажные. Вот в таких домах, разрушенных украинской армии, продолжают жить люди, потому что им некуда деться. Потому что для Украины они сепаратисты, для России они укропы. И уйти им некуда, и не за что, потому что они никому не нужны. Вот такие подарки прилетали в мой город. Это ракета .ау, это Зайцево, края на горловке. Пятилетняя девочка Рита стоит за этой ракетой. Она была сбита на подлете. Весь этот год вся моя беременность прошла по подвалам. Обстрелы... Мы после семи вечера не могли выходить в двор собственного дома. Мы боялись включать свет, чтобы не привлечь внимание украинской армии. Потому что район, в котором я жила, это Короленко, центральная городская. Он обстреливался регулярно. После десяти у нас парализовано было движение. Нельзя было вообще выходить никуда. Среди ночи мы просыпались и бежали сонные по снегу, прячась к соседям в подвалы, потому что своего у нас погреба не было. За весь этот период... У меня дочка, Катя, она ходила в школу, у нее в рюкзаке была специальная инструкция, как себя вести при артиллерийском обстреле. Она приходила со школы, вот ребенок в четвертом классе учился, и шутила. Говорит, мы же дети войны, мы будем внукам рассказывать то, что мы такое пережили. У них на груди были специальные бейджи, где были все данные с группой крови, со всеми данными. Детей без этих бейджей в школу не пускали, потому что, чтобы легко было опознать их трупы после обстрела, либо если дети будут без сознания, оказать помощь. 12 мая я родила Милану. Через час после рода мы вынуждены были уйти из больницы, потому что начался артиллерийский обстрел, и мы знали, что дети находятся дома, и надо ехать детей прятать. Муж с родзала забрал меня домой, и мы летели, сломя голову, на машине домой спасать детей. 21 мая мы под обстрелом, мощнейшим обстрелом, праздновали Катину 11-летие. К нам пришли соседские дети, и все они в ужасе, и в 8 вечера разбегались от того, что летели трассирующие пули, и все в рассыпную убежали, спасаясь. Такой день рождения был у ребенка. Через 5 дней после этого был последний день занятий, и у нас в сердцах теплилась надежда, что последний день доучится, и мы куда-нибудь уедем, чтобы дети не терпели это все. Катя пришла со школы в обед 26 мая на момент подписания Минских соглашений, это было перемирие. Белый день, я только 2 недели после родов, маленькая девочка моя спала в доме, сын двухлетний бегал по двору, играл. Мы с мужем поливали огород, сели кушать во дворе, в своем доме жили. Над нами летал дрон, низко. Но мы знали, что уже наступило перемирие, заключили Минские соглашения, мы на него не обращали внимания, потому что не представляли, какую он может к нам опасность представлять. Пришли будущие крестные мои Миланы, новорожденные, и мы сидели кушали. И резко услышали выстрелы, выстрелы, характерный свист и падение, это буквально в 5 домах от нас произошло. И мы начали быстро забегать в дом, потому что погреба у нас не было. Я отправила мужа в дом с детьми, сама заносила клетки с цыплятами в дом, чтобы собаки не поели. И услышала, как выстрел, я что-то почувствовала, я начала бежать, я очень испугалась, начала в дом бежать. И пока я пробежала этих 10 метров до своего дома, мина свистела мне уже прямо в затылок. Я успела заскочить только на порог дома, встретилась с мужем глазами, и успела только сказать это все, и дверь захлопнуть за собой. Дети в детской находились. Он двумя шагами успел прыгнуть на меня и закрыть меня своим телом. В этот момент в двух метрах от меня слева в коридор упал снаряд. Как позже я узнала, это был артиллерийский снаряд калибра 152 мм, запрещенный по всем конвенциям ведения военных действий. Вместе с дверью тело мужа меня выбросило на улицу, я потеряла сознание. Когда я очнулась, я услышала, как задыхается под домом, под грунтом мой ребенок, сын. Он кричал, я слышала, как он задыхается. Я не могла пошевелиться, потому что я была привалена очень сильно, и газовая труба разломана, она пополам, мне газ шел прямо в рот, я не могла пошевелиться. Я кричала, звала на помощь, но никого не было рядом. Я слышала, как в дальней комнате кричит моя новорожденная дочь. Сосед меня вытащил, он поднял дверь, мой одноклассник, с которым я 10 лет училась вместе, и быстро убежал, потому что у него в доме оставались тоже двое маленьких детей. Я очень быстро начала на ощупь с засыпанными глазами бежать в детскую на крик ребенка, на сына, и раскапывать его. Я рыла изо всех сил, понимая, что он задыхается. И только когда я его вытащила, я поняла, что я раскапываю одной рукой, потому что левую руку у меня оторвало снарядом. Мы успели упасть за холодильник, и второй снаряд приземлился нам прямо в дом. Я сняла с сына колготы, перетянула себе руку жгутом и начала на ощупь искать новорожденную дочку, чтобы ее снять с кровати, чтобы ее не посекло осколками. Когда я вышла в коридор и начала пытаться раскопать всех остальных, я понимала, что все в доме. Я нашла в коридоре разорванное на две части тело моей Кати. Рядом лежал без рук и без ног мертвый Юра. Таких ситуаций у нас сотни. Обо всем не рассказать. Все эти люди жили вокруг меня. Вот эти трое детей погибли одновременно в ванной. Мама их спрятала, и снаряд упал, их разорвало всех троих. Вот эта семья в девятиэтажном доме убили, семью полностью. Вот эти все съемки, это гражданское население. Это наши школы. Это родители, которые были в фильме, что ребенок сейчас вот в коляске был, интервью. Вот эти дети, они погибли от авианалета. Все эти люди, они признаны террористами, сепаратистами. Только за то, что они русские. Потому что у большинства жителей Донбасса, мы для правительства Украины, мы генетический мусор, который подлежит уничтожению. Мы раковая опухоль, 4 миллиона лишних людей. Брошены на выживание. Вот эти все дети, они должны были расти, давать поколение. Все они похоронены. Погибли они от авианалетов. Это обстрелы центра Горловки, Донецка. Это расстреляны троллейбусы. Троллейбусы из ракет расстреляны. Массовые гибели. Вот это сын моего друга. Он задохнулся под грунтом, когда попала мина в центр дома в Донецке. Он его не успел откопать. Женя оторвала ногу, а ребенок погиб. Через два месяца после смерти моей семьи, так же самое, расстреляли подругу. На украинских СМИ было это все обозначено, как хорошо смонтированное видео. Я, как хорошо говорящая актриса. Я перед вами с вот этим вот пластмассовым протезом, со свидетельствами о смерти моих детей. Два года назад я подала иск в Страсбургский суд на имя Франсуа Оланда, Дамьен Вигье, мой адвокат. Никакой реакции. Похоронена вся семья. Дом не подлежит восстановлению. Таких исков направляются от нас сотни. Меня не выпускают... Она, она, уважите... Я д спасибо себе... за просмотрю дать душу Ep況ный – это очень неудобный дилатинский суд Я всей будет семь Rhodу, которую мне необходимости дать чему, Стрелом, я не собираюсь об guerр stable суд. Это действительно очень интересное, но на сайте стран, Конечно, мы не всем было удобным musical. children, я очень рад, чтобы не приняшла задействовать на сделании instituciones emergency disruptions Ост obliterные действия, кол restor hav clients в latter ministreijo В mike, а также, что они, в春никах за тел Последствии образовательства, относятся все В кард cioè в то же school. Продолжение следует...